Дорогие друзья, завершая церемонию вручения премии, я хочу отметить тех людей, которым наши премии продолжают быть. А Дмитрий Александрович уже было сказано. И в этом зале присутствует еще один человек, это Александр Виталиевич Каменчук, писатель, причем писатель потомственного, его бабушка Борис Восховский, в роментальной теории, в русских людях, в сибиряках, в уральцах. Его мама запечатает на русской поэтессе и сам он тоже пишет неплохие произведения. Но самое важное для нас, для нашей премии, что он нас не забывает и каждый год является нам другом и главным помощником. Спасибо, Александр Виталиевич. Спасибо, дорогие друзья, я завершаю церемонию вручения, я свой долг выполнил, я буду возвращать. Вы не убегайте, я буквально, это же тоже премия наше, в Союзе писателей России, коллеги, у нас есть еще премия, называется Бориса Корнилова, замечательного русского советского поэта, и она обучается в Санкт-Петербурге, ее получают поэты, и люди, которые пишут от творчества Бориса Корнилова, замечательного русского советского поэта. Сергей Сергеевич Казанов, я тебя приглашаю сюда, чтобы у нас были большие причины. АПЛОДИСМЕНТЫ Медаль? 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 Сейчас, друзья, мои покороны, наверное, выйдут. Нет, это поразит. Прекажи, посол, можешь даже спеть песню о встрече. Знаете, я буду рад, потому что все стосковались по фуршету. Передвертка нары тайны. Я скажу, ладно, давно я не видел столько хороших, 70-х звезд литературы в одном зале, и это радует, это значит, что мы живы на русской школе. Спасибо всем. Слава Богу! Геннадий Морозов доехал до нас? Геннадий. Да, это из Тюмени. У нас премия региональная, у нас вся Россия здесь присутствует. Коллеги, я бы хотел сегодня такую, у нас есть такая премия Югра, она тоже учреждена в Министерстве Союза писателей России, и есть такая номинация, которая называется в этой литературной премии «За лучшую славянцевую книгу на русском языке». Вы знаете, сегодня, когда вы заходите в магазин, вы видите огромное количество периодных литератур, английский, литерский, французский, фантастический, детективный, и совсем исчезли славянский мистератур. Ее стало очень мало, и сегодня, например, я, когда мы все уже были как-то в Сербии, и нам на 4 метра уже подарили свою книжку на русском языке, она на русском языке издана, но она переведена с французского на русский. То есть она сначала севско переводится на французский, потом с французского на русский. Конечно, мы как бы не можем какие-то процессы поменять, но отметить замечательных людей, которые выдающихся, мы должны. Вот в силу ряда обстоятельств, уважаемый наш Елена Андреевич из Сербии, вот она получила неделю, потому что она пришла прямо на Страстную неделю. Он, хотя и выпускник режиссерского факультета, хотя достаточно известный человек в семье, и режиссер, и драматург, он, тем не менее, является священником, служит в Голландии, в Голландии, откуда к нам и придут сегодня на торжественные мероприятия, и ему вывручаем эту премию, эту дипломцию, замечательный роман «Дорога на Царьград». Замечательный роман, который вышел на русском языке. Я думаю, сегодня вы услышите его, слушайте его слова, и думайте, обязательно прочитаем эту книгу, потому что у каждого из нас будет своя дорога на Царьград. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не буду долго говорить, мой русский язык не так хорош, забыл. 40 лет тому назад я был первый раз в Москве на соревнованиях, тогда я еще был в гимназии, на мировое соревнование по знанию русского языка. Москва была совсем по-другому. Совсем другой город теперь я увижу, не увидел, как когда-то летел. Я хотел вам только сказать одного вопроса. Это огромная честь, что я получил награду за славянскую литературу. Славянская, знаете что, когда Бога верят, Бог – слово, а мы народ – слово, и народ, который хранит слово. Что это? Мы храним смысл. На Западе, где я живу теперь, я могу делать разные компарации, знаете. Есть там лучшие людей, народы, чем-то лучше, чем мы на Востоке, чем мы славяне. Но смысл храним мир. И это никогда не забыть. Иногда история делает и так, и так. Все случается так. Но смысл глубоко у наших народов хранится, и мы храним смысл. И поэтому, как один из хранителей смысла, я хотел ей это быть. Очень благодарен за его литературу. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые Геннадии, спасибо огромное. Сегодня и Союзом Писательской России, и Аркадий. Аркадий, Аркадий, разрешайся к слову тебе, мы разрешили свою церемонию. Чисто технически хочу сказать, что на две группы на... А, где она, дорогой? Ребята, лучше я ищу. Ребята, замечательный, я думал, ты не приехал. Вот второй раз хотел пропустить премию. Ребята, премию Корниловым в этом году получил. Замечательный русский, не поворачивая слово, всегда был русским поэтом, Геннадий Мороз. Он прожил очень долгую и интересную жизнь. Вы все его знаете, все знаете его замечательные стихи. Часть его жизни, когда он еще был совсем молодым и юным, таких как мы, с Геннадием Ивановым. Он прожил в Ленинграде тогда еще, тогда мы еще с ним и познакомились. Сейчас он живет в Рязанской области, в городе Касимове. И я очень рад, что он сегодня приехал. Замечательный русский поэт Гена, дорогой мой. Я тебе вручаю вот эту медаль Бориса Харнилова. Я думаю, Геннадий, надо благословить, чтобы человек прочитал стихи. Дорогие друзья, есть предложение, сейчас Геннадий прочитает, так сказать, вот здесь вот в порядке собраться и сподографироваться. Я благодарю Апрелью Дмитрию Александровича, Надю Ивановича, Евросоюза писателей России. И вот хочется, чтобы и мои земляки тоже порадовались, потому что видео я провезу в Касимов, покажу там, он проведет встречу, я расскажу о наших мероприятиях. Сегодня, там, теплых, светлых воспоминаний об этом. И вот, в связи с тем, что я, земляк Сергея Александровича Есенина, родился в городе Касимове в 101-м году. Отец у меня погиб на войне в 103-м году. И я росся в родину в 100 артистов. И я всю жизнь жил под звездой великого нашего Есенина. И до сих пор я живу под этой звездой. И непостижимый этот поэт, честное слово. Вот есть талант, гениальность, да? А есть Божий просто, да? Вот это он обделён, то есть не обделён, а наделён Божий. У меня сейчас вышел цикл стихов, посвящённых Есенину в полном объёме. Называется он «Есенин. Тайна русского народа». Он был опубликован на сайте «День литературы». А сейчас журналь «Аргамар» уходит в первом номере «Маркиспаке». Полный цикл. И там посмотрите, кто рисуется Есенину. Это моё видение его. Не просто берёзки, не просто вызба, а это романтическая яркая жизнь. Полные горечи и слёз, полные успеха и так далее. И одно вот из цикл этого я прочитаю. Сергей Есенин. Любимец наш, Загиристый мальчишка, С пророчеством на горестных дубах, За столицы, винах хватившей лишку, Ты иступлённо кайдется в греха. Твой стих небесно в свету серебрится, С лицам духовным указуя тьму. Он в душе нашей грешной стучится, Пытаясь их, как в берег, спасут. В стихе дымы от вешних яблых бел, Как волчьи ямы ноченьки черны, Ему тесны вселенские пределы, Что роковой чертой обведены. Да, этот стих воистину нет лень. В нём русская пленительна краса, Стремительно проходит в нём Есенин, Прищуривая дерзкие глаза, Он жив, он с нами. Мы единой веры в Россию, Дашу в каждый новый день, Хотя над ней, как тайна Англитера, Висит небес трагическая тень, Загадочная и властная её метка. Но я хочу поведать об ином, О том, как я, разбульный, бульный, Смертный, был усмелён Есенинским стихом. Он мне помог душою просветлиться, Позвал сюда, где поле, речка, луг, Чтоб отдохнуть от суетной столицы И от тебя, Провозглый Петербург. Здесь речь родная, Самый бывший пробы, Как девочка ласкается о каме. Здесь так же редко морда русофоба, Как в женской бане рожа мужика. Земля рязанская, Ромашковые талии, Озёр, заселедевшие окоём, Желанной нежностью моё бы сердце Жали, как стих весенецкий, Когда мы с ним вдвоём Тот стих мунтарский, Грозная стихия, Дивлюсь его бездомной глубине, И чтоб топить в России Злого змея, Скорей скачи на розовый конец. Дорогие друзья, Хочу поблагодарить, И хочу попросить меня извинить. Вот, видите, Какой был такой жёсткий регламент. Я понимаю, что многим не дал сказать, А мы в результате не услышали И роскошь мыслей, И роскошь духа. Но всё-таки не обессудьте. Значит, вот заканчиваем этот наш торжественный вечер. Я думаю, всё-таки вы будете удовлетворены Тем, что всё-таки мы и о книгах поговорили, И о литературе тоже. Спасибо всем большое. И до новых встреч. Вот нам фотографию пройти сначала с дипломами, А потом все гости из зала Заграться на одну большую фотографию. Спасибо. Спасибо. Лауреату Кремли, поднимитесь на минуту, Я на фотографии. Игорь, тихо. Александр Александрович, Игорь, давай после фотографии. Кто-то вcellentях. Спасибо. 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 Здравствуйте. Ну, что-то звонили, он не взял, конечно, наверное? Он не взял. Ну вот такой красавчик он. Я тоже очень рада. Большое спасибо. Спасибо. Внимание, приготовьтесь к фотографии. Плоджер, по-настоящему даму, смотрите, фотографию, делаем фотографию. Сейчас делаю первый ряд, фотографию. Потом вам пускай в руки, чтобы... Плоджер, в президентскую указу творческих союзов. Слышите. Раз, два, внимание, готовимся, три, спасибо. Как, товарищи, техническое объявление, все лауреаты и лица их сопровождающих подходят к Смолькину и вместе с ним идут на продолжение заседания, на творческие семена. Понятно, да? Игорь, сходим, да? В ним присоединяются члены Славянской академии. Понятно, да? Все, движемся, товарищи. Все, движемся, товарищи. Все, движемся, товарищи. Все, движемся, товарищи. Субтитры подогнал «Симон»